Тюменская арена Габаритный и мощный Большунов в этом сезоне дважды выигрывал разделки классикой на этапах Кубка Мира. Он сейчас лучший дистанционщик планеты. Но в Зейфельде сложилось так, что зимний вид спорта едва не стал летним. Плюсовая температура разбила трассу напрочь. Организаторы могли бы сделать так, чтобы она хоть как-то держалась, но решили сработать против фаворита. Преимущество в таких условиях получили легкие спортсмены, среди которых главные конкуренты Большунова Фин Ивани Сканин и Мартин Сундбю из Норвегии. И в итоге им бы и биться за золото, но в сборной России нашелся свой легковес и при этом отличный классист. Александр Бессмертных в 32 года бежал первую гонку на чемпионате мира и в свой шанс вцепился крепко. Серебро и всего 2 секунды отставания от взявшего золота Сундбю. Четвертое место занял Андрей Ларьков. Большунов стал восьмым. Накануне эстафеты такая плотность внушает оптимизм. Эстафета пройдет в первый день весны, а завершится чемпионат мира 3 марта мужским марафоном. Тюменский лыжник Андрей Парфенов выиграл Кубок России. В споре за заветный трофей он преуспел на финале соревнований в Сыктывкаре, доказав заодно, что даже в возрасте за 30 вполне можно из чистого спринтера переквалифицироваться в универсалы. В коме сибиряк приехал, занимая вторую позицию. Но выиграв спринт, вышел в лидеры. Перед скиатлоном у тюменца была простая задача. Либо попасть в шестерку, либо финишировать не позже Андрея Феллера из Татарстана. Парфенов выполнил оба условия. Помогли акцентированные тренировки, которые развили его в этом сезоне как крепкого дистанционщика. Больших разрывов в скиатлоне не было. Группа лидеров держалась вместе как в классической части, так и свободным ходом. Парфенов из нее не выпадал. А вот Феллер начал отставать. Стало ясно, титул у тюменца в кармане. Финишировал он в итоге шестым, чего с лихвой хватило для победы в общем зачете. Впереди еще один крупный национальный старт. Чемпионат России в конце марта и начале апреля пройдет в Архангельской области. В первом матче вышли на Медведей с голыми руками. Во втором взяли хотя бы Рогатину. Тюменский легион на последний в сезоне выезд в рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги отправился, уже лишившись шансов на плей-офф. Что, конечно, не повод разваливаться на части. Но именно это случилось командой Владимира Гусева в первой встрече на Челябинском льду. Когда родители смотрят в дневник нерадивого школьника, где в ряд красуются единицы, то в сердцах восклицают. Ты забор из этих колов городить собрался. Вот и Тюменский легион к первому уроку с белыми медведями не подготовился и получил сразу две единицы. Хозяева нанесли больше 90 бросков. Почти 60 пришлись в створ. Николай Дремин сделал 47 сейвов. Но какие вопросы к вратарю, если партнеры защищаются вот таким образом. В составе, конечно, оказались игроки, для которых сезон еще не завершен, а название команды – не пустой звук. Нападающие Сергей Арзамасцев и Михаил Сусликов провели на льду больше 20 минут и не залезли в минус. Равно как и защитники Павел Ушаков и Тимофей Филиппов. Бился забросивший единственную шайбу Михаил Шабанов. Но матч сделали те, кто закончил его с показателем полезности минус 4 и минус 5, отыграв по 10-11 минут. 1-11. В повторном матче «Легион» собрался. Никита Брютов открыл счет на экваторе стартового периода. Команда не развалилась, даже пропустив вскоре за минуту две шайбы. Отыграться помогла ошибка вратаря «Хозяев» после наброса Антона Цибина от «Синий». Во втором периоде, когда Мишки снова имели перевес в две шайбы, Брютов оформил дубль. А третий отрезок матча превратился для челябинцев в испытание. Тюменцы перебросали «Хозяев». И это при том, что уральцы еще и заблокировали 11 попыток сибиряков сравнять счет. В итоге «Легион» снял голкипера и получил в пустые ворота. Но все равно не сдался. И за 35 секунд до сирены 16-летний Александр Лужин забросил седьмую шайбу в сезоне. Резервистам «Рубина» осталось провести два матча в сезоне. 2-го и 3-го марта их ждут в гости омские ястребы. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте. До свидания.